Вместо радостных поздравлений с беременностью первое, что услышала Юля Кравченко от врачей, нужно делать аборт, иначе вы умрёте. В тот момент в душе у Юли будто что-то оборвалось, ведь она ждала ребёнка целых 7 лет. Виной всему стало полученное в юности заболевание почек, из-за этой патологии женщина могла умереть при родах. Врачи давали лишь 1% на выживание. Все врачи меня отправляли на аборт. Врачи думали, что я, наверное, не в себе, когда я просила всё-таки сохранить беременность. Они вызывали на консилиум моего супруга, моих родителей, для того, чтобы им объяснить всю серьёзность моего принятого решения. Но Юля знала, что её малыш – вымыленный. Ведь за эти несколько лет она прошла немало врачей и обследований. Беременность не наступала, и тогда она со слезами обратилась к самому главному врачу. В молитве женщина просила у Господа ребёнка и на протяжении года читала Акафист Казанской иконе Божьей Матери. Случилось чудо. Через год, на праздник Казанской Божьей Матери, я узнала о том, что я жду малыша. Это был настоящий подарок от Господа, и отказываться от этого подарка она не собиралась. Именно в этот момент произошло ещё одно чудо. Женщина осознала, что без Бога свою жизнь больше не представляет. Я за всю жизнь столько не исповедовалась и не причащалась, и не была близка к Господу, как именно в этот момент. И я почувствовала Господа, Его присутствие тоже в моей жизни. Я держала Его за руку, и было страшно отпустить. Намерения будущей мамы были непоколебимы. Оставалось лишь найти врача, который сможет взяться за сложную беременность. И Юля снова обратилась за помощью к Богу. В молитве я уже просила Господа дать мне врача встречу с кем-то, кто мне подскажет. И это случилось после долгих поисков. Меня Яна Владимировна такой любовью окутала, что я просто даже не верила, что врач настолько может быть родным. Она меня встретила со словами, что думать, что делать, не спать. Буду я. Ты наслаждайся. Ты на этом поле битвы не один. Есть люди, которые будут бороться за тебя, твоего малыша. И я почувствовала, что это врач от Бога. В этом деле действительно важно найти своего врача. Человека, который сможет поддержать, взять на себя ответственность, рассказать о рисках и принять все возможные меры, чтобы жизни матери и ребенка ничего не угрожало. Нельзя женщине сразу реагировать на то, что ей говорят, все, прервать и все. Существуют другие мнения, можно обратиться еще к кому-то, сходить в конце концов к другим врачам. Ко мне даже приходят, я ставлю какой-то диагноз, я всегда говорю, пожалуйста, вы можете пойти еще проконсультироваться. Может быть, там будет какой-то другой диагноз, давайте коллегиально смотреть, как вам помочь, чем вам помочь и что сделать. Вот, наверное, вот так. Потому что для женщин очень важно, чтобы была поддержка. Врач призван помогать. Не убей, в заповеди есть. Оценивать, конечно, риски, потому что основной риск – это жизнь женщины, риск. Да? Но почему не взять на себя ответственность? У нас настолько плохо с демографией в стране, что мы за каждого ребенка должны биться, за каждого. Перед родами Юля подписала согласие, что она проинформирована о рисках. Ситуация могла развиваться по самому непредсказуемому сценарию. Это подтолкнуло девушку написать прощальное письмо для малыша и родных. В какой-то момент я написала для всех письма. То есть для родителей у меня были письма, для супруга было письмо. И были письма для моего еще на тот момент нерожденного сына, первый класс. Письмо на его 18-летние и письмо на день его свадьбы. Я понимала, что если я и останусь на этом свете, что это будет просто такая милость Господа. Милость Божия свершилась. Роды прошли успешно, а письма так и не были доставлены адресатам. У Юлии родился сын Даниил. Недавно мальчику исполнилось 5 лет, и он уже поступил в православный лицей. Помогает маме и справедливо считает, что она самая лучшая на свете. Чуть-чуть наклоняй. Чуть-чуть наклоняй. Давай. Наклоняй, подойди. Вот. Давай, давай, давай. Страшно представить, что было бы, если бы женщина сдалась. А ведь такие ситуации, к сожалению, не редкость. По данным Всемирной организации здравоохранения, ежегодно во всем мире происходит примерно 73 миллиона абортов. Только вдумайтесь в эту цифру. И, увы, возглавляет печальную статистику наша страна. Сейчас мы находимся в студии программы «Прямая линия жизни», где каждую неделю ведущая Наталья Москвитина, священники и эксперты спасают маленькие жизни и помогают беременным женщинам найти выход из кризисных ситуаций. Репродуктивная сфера или наше материнство, наше отцовство, оно как-то вот не напрямую зависит от твоего здоровья, от твоих денег, от метража квартиры. Это управляется где-то наверху. Если Бог дает ребенка, то очевидно, что Бог поможет справиться со всеми причинами, со всеми проблемами. Жизнь ребенка вообще ни с чем нельзя сравнить. Ну, начнем с того, что это не ребенок. Для вас это ребенок, но это полноценный человек. И мы стали рассказывать случаи, истории жизни, сохраненной жизни конкретных людей, которые когда-то могли не родиться. История женщины, пилота Боинга, мы на спасти тоже рассказывали, Светлана Слектина, она пилот Боинга 3-7, она могла не родиться. Мать направляли на прервание беременности три раза. Почему? Потому что ее папа был ликвидатором Чернобыльской аварии. Это облучение, это некие риски. Но она родилась не только здоровой, но она настоящий лидер мнения, она очень сильная женщина. Мне кажется, такие вещи, они вот неспроста. Мы можем увидеть историю рождения вопреки. И в истории Юлии Кравченко финал оказался счастливым. Несмотря на все риски, страхи и тревоги, она родила здорового сына. Но и на этом чудеса не закончились. Вскоре после родов молодая мама стала волонтером фонда Натальи Москвитиной «Женщины за жизнь». И теперь своим примером помогает беременным женщинам отказаться от аборта, принять правильное и самое главное решение в их жизни. Те малыши, которых мне удалось все-таки сохранить, ни одна из женщин мне не написала о том, что она сожалеет об этом. Не помню точно, 7-10 малышей я спасла, и я считаю, что даже стоило мне пройти такой путь, чтобы сохранить жизнь вот этим малышам, которых могло и не быть. Я думаю, что ее пример – правильный пример и мощный для любой женщины, матери, которая должна до последнего всегда, кто бы что ни говорил. Иногда бывает, восстает там свекровь, восстает мама, восстают не только врачи. Бывают такие беременности, когда весь свет восстает, и, как правило, эти дети бывают, ну, я не знаю, самые одаренные, самые умные. Потому что если Господь дает ребенка, Он дает это только для жизни и во славу свою. И нет счастья высшего, чем женщине стать матерью. Виктория Коцур, Дмитрий Борисов, Владимир Роченков, Телеканал «Спас».